Здравствуйте, дорогие друзья! Рад приветствовать вас на сегодняшней встрече компании SkyWorld Community. Очень приятно, что вы смогли найти время в этом бурном ритме жизни 21 века для того, чтобы узнать больше о нашей технологии, о тех изменениях, которые действительно качественно меняют жизнь человека. И речь, главным образом, пойдет о транспорте, о транспортной инфраструктуре, о начале эко-мира, экологических технологий, которые войдут в шестой технологический уклад. Почему войдут? Да потому что мы уже на завершающей стадии. Мы заканчиваем 14 из 15 этапов всего проекта. И сегодня для вас будут представлены наши успехи, чтобы за 15 этап, который действительно самый последний, самый мощный, самый высокотехнологичный и дорогостоящий, мы могли как можно больше наших единомышленников объединить для скорейшего завершения этого этапа. Давайте познакомимся. Меня зовут Артем Курбанов. Я из города Даугавпилса, из Латвии. И с 2016 года, интересуясь, так скажем, народным финансированием, множеством проектов, я изучил множество и нашел самый потрясающий. Действительно тот, который необходим всем и каждому, куда ни посмотри на нашу планету, так скажем, какой город ни выбери, везде наши технологии будут востребованы и будут очень полезны. И, конечно же, стал партнером данной компании, поддержал ее, потому что хочу ускорить как можно быстрее, чтобы эти дороги распространились по всему миру и дали свою пользу. И, конечно же, считаю, что каждый человек хотя бы один раз в жизни должен услышать и увидеть то, что мы уже смогли сделать вместе. Люди вместе смогли сделать это. И потому что время – самый главный наш ресурс, чтобы вы точно воспринимали всю информацию, которая здесь будет, как вы можете использовать ее для себя. Здесь в основных побуждающих факторах вы можете найти конкретно то, куда вы будете складывать эту информацию и как вы ей в будущем будете пользоваться. Потому что все эти факторы вы можете удовлетворить с помощью компаний SkyWorld Community. И это только первый из всех проектов, поэтому нас ожидает огромное будущее. Давайте перейдем к нашему миру. Ведь нас 8 миллиардов человек. И люди – это один из 12 миллионов видов, но самый влиятельный. И чем больше людей объединяются вместе, особенно ради благих целей, тем быстрее у них получаются эти изменения. И сейчас мир немного переполнен в физическом плане, потому что у нас есть поверхность Земли, и она одна. Мы на ней находимся, на ней находится и все остальное. Очень много эволюций и революций происходило за последние тысячелетия. И есть технологии, которые серьезно и безвозвратно меняли нашу жизнь. То, какая она, то, какую мы знаем ее сейчас. И эти технологические уклады давали нам возможность разрастаться, расти гораздо быстрее. Так, с помощью третьего технологического уклада и распространения электричества наша жизнь изменилась до неузнаваемости. Четвертый технологический уклад. Нефтехимия, пластик, самолеты, двигатели внутреннего сгорания огромное влияние дали. Было огромное влияние полезное, но сейчас, с учетом количества людей, количество этих транспортных средств, этих двигателей внутреннего сгорания, этого производства, которое берет и выбирает недры нашей земли и сжигает их. Его слишком много. И оно стало уже больше вредно, чем полезно. Пятый технологический уклад. Наша виртуальная реальность интернет и гаджеты. Тот мир, который мы знаем сейчас. Тот мир, который мы, так скажем, создаем сами, все вместе. Потому что сейчас каждый человек влияет на то, что происходит в мире. Ведь интернет объединил нас и дал огромные возможности. Дал возможности, как с помощью народного финансирования человечество, единомышленники, как единый организм с разных уголков планеты, с разных стран и континентов объединяются вместе, невзирая на менталитеты. И делают что-то очень полезное. Либо какой-то продукт, либо услугу для всего мира, которая действительно классно разрастается. Потому что непродуктивные, неполезные проекты, они не идут в развитие. Они не получают финансирование. А мы уже на 14 из 15 этапов, при том, что это самый крупный проект из народного финансирования. И смотрите, мы сейчас переходим в новый технологический уклад. Шестой технологический уклад. Это нанотехнологии. Это то, что мы сейчас видим в передовых фильмах. То, что еще недавно видели в фильмах фантастики. Но многое из этого действительно реализуется в жизни. И мы делаем все очень быстро. Передаем деньги очень быстро. С помощью систем сейчас еще блокчейн будет. Это будет вообще молниеносно. Можем разговаривать с другим континентом в реальном времени, даже по видеосвязи. То есть всю информацию мы передаем быстро, но перемещаем грузы и пассажиры медленно. И это тот упор, к которому мы пришли. И который необходимо, так скажем, разрешить. Это компании пятого технологического уклада. То есть те, кто сделали пятый технологический уклад, сделали эту революцию из четвертого. И они были маленькие. Не все тогда в мире понимали, что будет происходить, зачем это нужно. И даже владельцы и изобретатели этих компаний, они тоже не совсем понимали, куда это разовьется. Но посмотрите их рост какой. То есть это те технологии, которые были необходимы. Люди ими пользовались, и они росли как на дрожжах. И сейчас это флагманы Microsoft, Walmart, Boeing, Alibaba, Apple, Google. То есть это те компании, которые создали тот мир, которым мы сейчас успешно пользуемся, в котором мы живем. И те, кто владели этими компаниями, получили огромную прибыль и дали огромную пользу. Сейчас имеют огромное влияние для того, чтобы продвигать дальше, так скажем, в своем направлении. В нашем случае, если у нас есть ресурсы в благое направление, в экологию, в экологические технологии мы можем направлять. Просто подумайте, хотелось бы там 16 лет назад иметь хотя бы 10 долларов в компании Google или хотя бы 10 долларов в компании Alibaba. Это сейчас было бы 178 тысяч. Представьте, что такая капитализация может сделать. А это все технологии, которые были полезны, которые были необходимы. Но об этом понимали только, так скажем, инноваторы. Так вот, представьте, сейчас мы не можем попасть в прошлое и сделать такую ставку, помочь настолько миру быстрее продвинуться к нашей реальности. Но у нас есть возможность сделать это с новой эрой, новый технологический уклад. Потому что для вас представлена новая транспортная инфраструктура, которая действительно, может быть, все сейчас и не понимают, как в предыдущих примерах. Но сейчас у любого человека есть возможность изучить это. Потому что есть такая компания, как SkyWorld Community, которая делится информацией максимально, чтобы каждый мог получить, принять, взвесить и по аргументам принять взвешенное решение, насколько быстро и сильно нужно помочь этой технологии реализоваться. Сейчас у нас есть возможность быть у истоков этой компании, которая может в 21-м столетии около 20 миллионов километров дорог построить. И это все наш бизнес. Всех тех единомышленников, которые поддержали данную технологию. Это происходит по договору конвертируемого займа. То есть мы кредитуем данную технологию и получаем полную сертификацию, для того чтобы по всем нормам, по всем документам мы могли строиться в абсолютно всех участках нашей планеты. И мы действительно решим огромное количество проблем. Ведь посмотрите, какой это транспорт. Ажурный, минимальный ресурсов планеты, минимальный землеотвод, минимум веса, минимум энергии на передвижение, максимальная скорость и безопасность. Лучшие качества, которые можно было добавить транспорту, создать транспорт, Анатолий Эдуардович сделал данную уникальную технологию. А теперь пойдем немножко дальше. Почему это необходимо всем? И почему стоит каждому человеку поизучать это и стать частью этого? Для того, чтобы ускорить. Для того, чтобы как можно скорее происходило это изменение по всему миру, что даст огромное улучшение абсолютно всем людям на планете и абсолютно всем живым другим существам на планете. Ведь наш транспорт влияет на все окружающее. И с нами по жизни было очень много транспорта. Но сейчас он перестал быть эффективен. Самый давний транспорт наш, плавательный, к сожалению, его скорость не подходит к, так скажем, потребностям 21 века. Поэтому, хоть и грузоподъемность хорошая, но скорость может быть дни недели, может даже месяцы. Хотя тут огромная часть наших пассажироперевозок, точнее грузоперевозок, прошу прощения. Но этот транспорт нас уже не совсем устраивает. При том, что есть действительно более качественные варианты, как перемещаться даже между континентами, о которых Анатолий Эдуардович говорил уже достаточно давно, несколько десятилетий назад и предлагал решение. Конечно же, есть аэропорты. И если умножить эти точки на 10, даже, может быть, на 20, то это количество самолетов, которые постоянно летают вокруг нашей планеты. Можно зайти на сайт Flightradar24 и там увидеть, сколько самолетов сейчас, рейсов уже сейчас в полете, как они передвигаются, это огромная затрата ресурсов планеты. Это огромный вред экологии, потому что двигатели внутреннего сгорания делают из топлива, так скажем, ничего, растворяют его и оставляют негативный след. Также мы очень много времени тратим на это перемещение. До аэропорта, весь этот контроль, посадки. Это считается безопасный транспорт, но за счет чего? То есть насколько сильно его проверяют, чтобы он считался таким безопасным? То есть затраты можно сильно сократить. И вред от этого можно сильно сократить, при том, что оставим полезные качества нашего транспорта. Наши железные дороги, которые последние 150-200 лет так серьезно разрастались и давали нам огромные шаги, ускорение к развитию, и они опоясали всю планету. Но, к сожалению, сейчас средняя скорость с учетом погрузки и разгрузки 15 км в час, поэтому железные дороги не подходят нам. Хотя сейчас ими пользуются во всем мире. Но это огромное громадское транспортное средство. То есть очень много веса, очень много энергии, которая добывается с помощью двигателя внутреннего сгорания, необходимо выработать, так скажем, и приложить, чтобы продвинуть этот состав. То, что предлагает Анатолий Эдуардович и Unitsky Stream Technology, абсолютно, так скажем, на порядок улучшит эффективность грузоперевозок и пассажироперевозок, сделает их более экономными, очень чистыми и очень быстрыми. И освободят нам первый уровень. Потому что все, что вы видите сейчас зеленым, можно будет очистить. Очистить наши города от переездов. Мы сможем действительно эту землю использовать под другие нужды. Но не только железнодорожные пути необходимо убрать с первого уровня. С первого уровня, где мы живем, где есть флора, фауна и человек, где место для жизни и должно быть безопасно, находится самый опасный вид транспорта. Автотранспорт – сетка на всей нашей суше, и являющаяся самой катастрофичной проблемой сейчас и в городах, и между городами. Как для флоры, так и для фауны, так и для человека. Ведь нас 8 миллиардов человек. Мы расселились. И с помощью транспорта, конечно, это было… Транспорт нам был необходим. Но урбанизация и то, во что превратились сейчас города, к сожалению, не подходит для места… Не подходит для жизни. Это место действительно похоже больше на микросхему, чем на место для жизни. Нету, так скажем, нету зелени, нету чистого воздуха. Там прям все сперто. Мы видим, конечно, более разреженные части, вне мультимиллионников, там, где 100-200 тысяч населения. Но все равно наш первый уровень остается очень-очень опасным. И с 8 миллиардами людей перенасыщение транспортом стало уже безграничным. Слева на фотографии Китай 40 полос идут на сужение. Представьте, какое количество времени потрачено, какое количество топливного сожжено, насколько там вредно для здоровья стоять в этой пробке. Либо Индия, Индонезия, где нет ресурсов, чтобы на первом уровне, поскольку это трудоемкая, тяжелая работа, земляные работы, очень дорогостоящие, и с асфальтом, то есть 30, 40, 50 миллионов за километр, просто не могут позволить себе хорошую инфраструктуру дорожную. И из-за этого страдает и безопасность, и скорость. И это, к сожалению, необходимо поменять. Это, к сожалению, не меняется слишком сильно решениями в транспорте, в традиционном. Но если дать транспорт второго уровня, то все изменится, меняется кардинально. Ведь мы видим перегруз уже даже в наших городах, в небольших городах. И бывают пробки, часы пик. Мы дышим этим воздухом и замечаем, что даже по зелени, когда в городе находишься, хуже она себя там чувствует, чем когда выезжаешь за город. А мы же такие. Это самая первая проверка, как можно посмотреть, как природа себя чувствует в том месте, где мы живем. И чувствует она себя не очень. Из-за производств, ну и, конечно, больше всего из-за транспорта. Но что нас заставляет урбанизировать, съезжаться в города? Больше всего это скорость. То есть чтобы мы жили близко к разным точкам, к разным интересам и могли быстро удовлетворить разные потребности, обучение, работа, какие-то свои хобби, других людей. То есть получается, что урбанизация, от которой растет цена на каждый квадратный метр, от этого и услуги растут, и продукты. Жилье, то есть проживание становится все дороже и дороже для всех, чем больше людей съезжаются в город, и оно становится все менее экологичным. То есть если скорость была бы другая, это можно было бы избежать. Если бы у нас была скорость 500 км в час, а в городе 150, притом в любых направлениях, без пробок, светофоров и прочего, то нам бы не пришлось с утра вставать и, выходя на балкон, видеть балкон соседа с вещами, которые сохнут. Мы могли бы жить за городом, либо в пригороде, недалеко, из последних станций со скоростью 150 км в час, без пробок максимально быстро добираться до своего места, работы, либо какого-то другого интереса. Больше природы, больше жизни, а все лишь из-за скорости. Либо возьмем скорость 500 км в час. Мы можем жить далеко от города и максимально быстро добираться до города, то есть даже 200 км, 100 км. И это будет мгновение. Для этого транспорт второго уровня действительно предлагает фантастические решения. Ведь вы сможете работать не только в соседнем городе, но даже в соседней стране и возвращаться в этот же день домой, тратя на дорогу 20-30 минут. А главное, что это экологически чисто и разгружает наши города для жизни. Ведь сейчас они действительно перестают быть похожи на место для жизни людей. Становятся неприветливыми, серыми, бетонные джунгли. Зелени становится все меньше. То, что происходит со строительством, то есть перегруженные дороги. И, скажем, вот есть решение второй уровень дороги построить, такой же дорогостоящий. И первые четыре этажа дома, слева, никогда жители больше не увидят прямого солнечного света дома. То есть это невозможно. То же самое для флоры и фауны. Мы делаем эти дороги на первом уровне, которые перебивают все. И пути миграции к животным, и грунтовые воды. А вы помните картинку, в которой весь мир был укутан этими линиями? К сожалению, этот транспорт, который когда-то был полезен, теперь стал вреден. И нам необходимо его заменить. Крупные города, там, где идет большое движение, большое развитие мира, они вообще стоят. Скажем, вот Лос-Анджелес, Москва, в Питере даже. Такие пробки, такие часы пик. В Лос-Анджелесе, когда я был, можно было 3-4 часа потратить на дорогу, потому что не в то время. Выехал, нужно было гораздо раньше выезжать. И тогда бы точно попал, и не попал бы в пробку, и быстрее бы доехал. Как много энергии и времени тратится. Это, к сожалению, касается всего мира, каждого человека. И прекрасно, что не только наверху в государствах, но и каждый человек теперь может влиять на изменение этого. Особенно те люди, которые живут там, где сообщение получше, мы можем своими силами влиять не только на то место, где мы живем, и решать одни проблемы. Но мы также влияем и на другие страны, на весь мир. Там, где проблемы с транспортной инфраструктурой гораздо сильнее. Там, где эффективность транспорта еще ниже, а безопасность очень-очень поставлена под угрозу. Из-за того, что нельзя сделать хорошее сообщение с помощью нашей технологии, даже такие страны смогут это сделать. И не волноваться, а спокойно перемещаться. Потому что безопасность превыше всего. Это сохраняет наши жизни. А наш автотранспорт, к сожалению, сейчас забирает полтора миллиона жизней в год. И около десяти миллионов делает инвалидами. Это больше, чем во всех других катастрофах. То есть у нас один из главных убийц находится на том же уровне, где мы живем. Где мы, наши дети, флоры и фауны. Еще и с двигателями внутреннего сгорания, то есть отравляющие нам воздух. То есть автотранспорт и железные дороги, их можно убрать. Полностью струнные технологии могут перенять на себя главное, так скажем, сообщение. У нас останется экологический транспорт на поверхности Земли, наверное, в десять раз меньше, если не еще меньше, для перемещения. А все остальное сообщение будет систематизировано. Мы можем увидеть это, так скажем, важность этого на примере 200 человек, которые хотят переместиться в разные направления города. Они в 177 машинах. И это три квартала пространства. То есть когда они стоят, это три квартала пространства. Когда они едут, плюс еще, так скажем, безопасное расстояние между ними. И это наши города, то, что идет движение по этим артериям. Огромное количество места. Хотя полезную работу, если вы посмотрите на фотографию справа, необходимо произвести небольшую. То есть сами 200 человек занимают не так много пространства. И можно сделать это немного разумнее. Если есть хорошее сообщение, хорошая логистика, которая у нас присутствует. Ведь по правильной логистике и на электроавтобусах, например, как сейчас популярно в Европе, электроавтобусы прекрасно выполняют свои маршруты, зарядка, может быть, даже раз в день. Три автобуса вмещают 200 пассажиров и могут развести их по необходимым, так скажем, направлениям. Как много места мы экономим, если чуть более разумно делаем общественный транспорт. Индонезия показала огромный успех в этом, а точнее Сингапур. В Сингапуре очень интересно сделан транспорт, потому что вам не так выгодно иметь собственную машину, как ездить на общественном транспорте или на такси. Все сделано, чтобы не было этого перегруза. И все больше, так скажем, участвовали. Тогда и работает все хорошо. Но также мы можем увидеть и один легкий поезд. Легкий поезд, так скажем, с достаточно большим пассажиропотоком. 200 человек. Только если мы берем наш транспорт струнный, то этот поезд проходит по трассам, которые можно проложить где угодно, не только в новых городах, но и уже в существующих городах. То есть кроме того, что наш транспорт находится на втором этаже, он может проходить над зданиями, через кварталы в разном направлении, менять направление. То есть проходить любые маршруты, которые сейчас мы в городе можем уже, так скажем, констатировать, кто где куда как перемещается, ну, скажем, на уровне города, на уровне мэрии. И с помощью такого транспорта, который может проходить даже сквозь здание, освобождается этаж и без нагрузки на него делается остановка, в котором выходят люди и дальше либо в этом здании делают свои дела, либо выходят на улицу и продвигаются к следующей точке. То есть транспорт, который интегрируется куда угодно. Чтобы это было лучше представить, представьте, вы на телефоне набираете, подходя к станции, набираете в приложении, куда вам необходимо, это, например, через 10 остановок, и подходите на станцию, к месту посадки. Есть определенное табло, у вас на телефоне тоже будет написано через сколько, как будет транспорт, и есть же такие же единомышленники, которые с этой станции едут на вашу станцию, тоже им не нужны промежуточные остановки. Подъезжает транспорт. В зависимости от пассажиропотока, и вот этой статистики, насколько в разные места люди едут, подъезжает транспорт, два места, 4, 6, 18, то есть в зависимости от необходимого пассажиропотока, и так далее, хоть 200. И вы все вместе садитесь в этот транспорт, и разогнавшись только один раз, то есть потратив минимум энергии, выходите на главную автостраду, так скажем, струнную страду, на которой 150 километров без остановок едете конкретно на свою станцию. И только один раз, тормозя, со всеми единомышленниками, выходите на свои остановки. То есть насколько быстрее происходит наше передвижение, во-первых, со скоростью 150 километров в час, без светофоров, без колец, без пробок и без остановок. То есть это очень-очень экономично, и очень-очень много времени нашего мы экономим, так скажем, для нашей жизни. Но не только в пассажироперевозках будет огромный плюс, который мы все почувствуем, то есть от чего это важно для каждого, но и в грузоперевозках, потому что сейчас аэропотребление. И мы платим так или иначе за движение этого груза от производителя до места назначения, до нас, до потребителей. И железная дорога и автодорога, с учетом ее перегруженности, так же, как и морские пути, морские порты, это миллионы и миллиарды. Больше миллиона может стоить простой, одного транспортного средства плавательного такого в порту, если здесь какие-то заминки. На нас это накладывается в цену. Поэтому, изменив грузоперевозки, а мы изменим их фантастическим образом, потому что предъявили цену за 100 тонн на километр всего 1 доллар. Это вау для всех грузоперевозочных компаний. Мы сможем взять все грузоперевозки и, так скажем, изменить ход истории цен на наши продукты, и на наше потребление, и на скорость доставки для нас. Но в большей всей степени морские перевозки, они огромную часть доставляют, особенно между континентами. И эта скорость маленькая, и порты работают не очень эффективно. Но с помощью технологий Анатолия Эдуардовича мы сможем весь этот порт заменить на порт здесь, на шельфе моря. Он будет достаточно далеко, чтобы не нужно было делать никакие земляные работы. А это значит очень большая экономия, и мы не нарушаем экологию данной местности. То есть транспортное средство плавательное подходит в порт, сгружает свои контейнеры на наши юниконты, конкретное транспортное средство под любой вид контейнеров. И это транспортное средство направляется, поскольку оно полуандроид, уже загруженным направлением, двигается к своей точке. То есть мы разгрузим этот процесс, и он станет очень-очень быстро. Ведь мы пользуемся, так скажем, водными видами транспорта в планетарном масштабе достаточно сильно, достаточно много. И те проблемы, которые он может создать, сейчас не по карману 21 веку, потому что у нас есть технологии, у нас есть решения. Мы можем изменить это и не тратить миллиарды долларов на какие-то, так скажем, на старомодные технологии, потому что проблемы перегрузка транспортных путей и отсутствие безопасности сейчас действительно касаются каждого, особенно с момента, когда каждый через интернет с помощью народного финансирования может повлиять на это и ускорить это. Ведь человек будет двигаться всегда, будет доставлять свои грузы, доставлять пассажиров, так скажем, расселяться по всей планете, особенно если он может строиться где угодно, и у него будут высокие скорости. Тогда проблема в том, что планета, так скажем, этот первый уровень, он меняется постоянно, что он живой, и его не нужно будет никак видоизменять. Он продолжит цвести и пахнуть. А наши вредоносные технологии можно будет убирать, особенно двигатели внутреннего сгорания. Огромную часть нефти из использования, просто потому что в ней нет необходимости, потому что мы переходим на возобновляемые виды энергии. И чем больше экономия, тем больше мы можем сделать. И нужно понимать, что даже пересев на электрокары, необходимо все равно задать вопрос, откуда берется электричество. То есть каким образом мы добываем энергию. И во всех технологиях Анатолия Эдуардовича, во всем эко-мире, наши все технологии рассчитаны на правильное для жизни отношение. Чтобы мы жили там, где можно жить, в биосфере. Земля для жизни, а технологии, без которых мы не можем, вредоносные, но которые нам прям необходимы, надо выносить извне нашего поля, не в нашем доме, чтобы это работало. Потому что сейчас над некоторыми городами, например, как в Лос-Анджелесе, подъезжаешь к ним, и ты видишь полукилометровый слой серого спертого воздуха такого. И это не напекло. Из городов не так видно. А вот когда со стороны города, и мы понимаем, что сейчас это касается каждого. У каждого в городе уже, так скажем, количество машин запредельно. Некуда вечером поставить возле подъезда машину. Хоть к соседнему дому, хоть в соседний район. Даже в небольшие города. Мы можем это изменить вместе. Потому что мы в закрытой комнате. Одна из 12 миллионов живых и живущих семей на планете. В замкнутом пространстве, в биосфере, где все для жизни. И наша техногенная сфера, наше детище в одном углу заводы дымят, оставляя огромные последствия, в другом углу автотранспорт, забирает наше пространство и делает его небезопасным. В третьем углу атомные электростанции, огромное количество мусора. А мы по центру этой комнаты закрытой пытаемся выжить. Поэтому, дамы и господа, это дело каждого. И хорошая новость, что мы успешно меняем в этом направлении весь мир. Потому что нас уже 500 тысяч человек, которые понимают эти проблемы, которые понимают проблему загрязнения окружающей среды и уже изучили и поняли, как ее можно решить. И двигается вместе с нами. Но также есть и еще одно направление. Это экономия. Правильное, разумное использование ресурсов планеты. Ведь за последнее время, за последние столетия транспорт не сильно изменился в количестве ресурсов, сколько на него необходимо. Очень дорогостоящее строительство. И эксплуатация тоже. Любого вида транспорта. И количество пространства, которое он занимает, нашего жизненного пространства. То есть все изменения, которые были, они все равно очень дорогостоящие. Занимают огромное количество места. Небезопасные. Очень тяжелые. Очень много энергии нужно для скорости. Не могут дать большую скорость. И тяжело интегрируемые. То есть до появления струнного транспорта люди не представляли, как может быть настолько здорово. Поэтому настолько где-то в шоке, где-то отпираются, где-то не хотят смотреть, потому что не может представить, что настолько здорово. Я лично катался на данном транспорте, изучаю его вдоль и поперек эти технологии уже 4 года, и это действительно настолько уникально, насколько кажется. ведь мы с этим транспортом можем делать огромную полезную работу, которая нам необходима с гораздо большей эффективностью, за гораздо меньшие ресурсы. И тратить на перемещение грузов и пассажиров в 15 раз меньше. Представьте, чем потребляет обычный автомобиль. Ну, то есть электроэнергии эквивалентно топливу. Чтобы более было понятно, как это достигается. Мы, когда передвигаемся из точки А в точку Б, мы больше всего энергии тратим на сопротивление и разрушение окружающей среды. То есть мы передвигаемся на автомобиле, например, со скоростью 60 км в час. Мы сталкиваемся с воздухом. И здесь есть экранный эффект, завихрение воздуха, которое нас слегка прижимает, тоже забирает часть, так скажем, скорости. И турбулентность сзади, так скажем, воздушная яма. То есть аэродинамику можно улучшить, потому что ее необходимо улучшить. При скорости 300 км в час мы будем тратить 90% энергии, которая дает двигатель внутреннего сгорания, на сопротивление и разрушение окружающей среды. Так что сделал Юницкий? Ведь мы можем передвигаться со скоростью 500 км в час. Он поднял транспорт на второй уровень. На втором уровне у нас есть два раздельных рельса, то есть не сплошное полотно. И получается экранного эффекта нет. Воздух в каждую сторону расходится спокойно. Также из-за уникальной формы носа наше транспортное средство не сталкивается с воздухом, а плавно разрезает его. И то же самое происходит сзади. из-за такой же формы нету воздушной ямы, как за грузовиком. Например, вы могли видеть, как за грузовиком едет велосипедист. Ему не нужно педали крутить, потому что его засасывает воздушную яму воздух. Так вот, таким способом Анатолий Эдуардович сделал аэродинамику в 16 раз лучше, чем у Бугатти Вейрон, одного из самых дорогих спорткаров в мире. И это только, так скажем, это поколение, сейчас поколение, когда мы развиваем проект, какие улучшения Анатолий Эдуардович сделает дальше. Но мы понимаем, что экономия восхитительная. Чтобы четче запомнилось, представьте, микроавтобус, 14 мест, 100 километров преодолевают, со скоростью 100 километров в час, и тратят чуть больше полтора литра топлива. Это очень здорово. Плюс абсолютно экологично, со скоростью 150 можно передвигаться, то есть получится еще быстрее. А если мы возьмем автомобиль, только не 5 мест, а 6, и без руля, вы полностью свободны, вы можете делать то, что вы хотите. Общаться, смотреть, читать, спать, транспорт сам вас доставит. И 6 мест, то есть на одного больше, чем обычно. Два багажа, спереди и сзади есть место специальное багажное отделение, достаточно крупное. И вы передвигаетесь тоже на 100 километров и тратите всего 5,5 литров топлива. Ну, скажем, для машины это не так уж и плохо, но представьте, вы едете 500 километров в час. Абсолютно безопасно и экологически чисто. То есть поначалу данные транспортные средства будут закупаться, например, думами, государствами, будут делать ветки, как метро сейчас. И мы будем ездить, например, на общественном транспорте. Но чем больше эти ветви будут разрастаться, мы можем купить свой транспорт, оборудовать его так, как мы хотим и передвигаться на нем по нашим маршрутам. Либо он будет как-то сниматься поначалу, то есть, чтобы без покупки аренда. То есть, у каждого из нас сможет быть транспорт в сети, когда трассы будут по всей планете. Представьте, что ожидает мир, какая торговля, учеба, когда мы можем перемещаться по всей планете в нужном направлении, просто меняя пути. Прекрасные возможности. Ну, хотя мы видели и разработку как контейнерной перевозки. Вы заезжаете туда на машине, она ставится на рельсы и вы едете в другую страну. Там вас снимают и вы дальше продолжаете путешествие на своей машине. Поэтому большой расход энергии, нам нет необходимости делать крупные транспортные средства, особенно для струнной технологии. Можно делать ту же полезную работу, используя минимум, минимум ресурсов, минимум времени человека, минимум землеотвод и минимум энергии на передвижение. Все эти проблемы в данный момент во время 21 века касаются каждого и изменяемы каждому. Потому что все перемещаются, все живут, ездят в города и чтобы нам лучше понимать, эти дороги это наши же деньги. То есть мы все равно так или иначе будем платить либо за тот, либо за этот транспорт, потому что он идет с налогов. И давайте представим, какой транспорт мы хотим у себя в городах. Тихий, безопасный, чтобы все остальное цвело, не было ни аварий и вредных испарений, либо так, как сейчас. Ведь смотрите, это из точки А в точку Б нужно сделать дорогу. Это нужно все слои, всю флору и фауну сравнять с землей, сделать ее, можно сказать, неживой. Потом в 10 слоев за огромные миллионы УЕ мы делаем из 10 слоев специальные покрытия, чтобы это долговременно служило, и долго можно было пользоваться этим сообщением. И только после этого там ставится транспорт. Но здесь уже жизни нет. Действительно перебиты грунтовые воды, пути миграции животных, и очень-очень много потраченной энергии. и остается всегда большая опасность. Вот так это выглядит в реальности. То есть как много энергии, усилий, ресурсов необходимо, чтобы создать километр хотя бы такой дороги. либо взорвать и проложить железнодорожный путь в скале. На это все уходят наши средства. И это очень дорого. Хотя можно тратить минимально ресурсов планеты и очень быстро, оставляя полную экологию и никак не трогая весь первый уровень, всю флору и фауну, оставить нашу прекрасную землю матушку в покое и наслаждаться ей, чтобы везде были леса, плодовые леса, там, где можно засадить плоды, даже в наших городах. И, так скажем, вкусно кушать, жить в чистом мире, в чистом месте. Эти технологии уже известны более 20 лет. Но только сейчас с помощью объединения людей мы смогли настолько далеко зайти и так их реализовать. Ведь перед вами уже готовый транспорт, частично сертифицированный как в Республике Беларусь, так и в Объединенных Арабских Эмиратах. Несколько видов трасс, несколько видов транспорта уже готовы. И в этом году Анатолий Эдуардович говорил, что объявит минимум три проекта, которые уже начаты и будут завершены. Некоторые уже даже до 2023 года. Но об этом вы узнаете из официальных источников. Мы как минимум просто знаем, что об этом будет информация о трех проектах. Далее более точно, потому что пандемия и то, что происходит в мире, серьезно влияет, особенно на поставки, особенно на другие заводы, какие-то комплектующие, коммуникацию, ведь везде произошли огромные сбои. Но с помощью такой технологии, которую мы представляем и реализуем, как минимум все транспортные проблемы отойдут с закрывающей технологии, которая сама будет справляться со всем необходимым. И не будет даже при такой вот ситуации, как сейчас, у нас бы не было так много проблем, потому что здесь вся технология дает нам максимум пользы и работает сама. как искусственный интеллект, как полуандроид. Все транспортные средства, все станции, все промежуточные опоры, все вместе с максимальными характеристиками для всего человечества и для каждого человека. Огромное дело, которое уже подходит к завершению. Но это лишь первый из множества экологических проектов Анатолия Эдуардовича. Вы сможете узнать больше на сайте снизу unitsky.engineer. Ведь сейчас те, у кого власть над существующим миром, который здесь и сейчас, это для многих бизнес, работающий прибыльный бизнес. И изменения, они болезненно могут ударить по бизнесу. Некоторые бизнесы даже уничтожить. Но это не значит, что человечество должно останавливаться и быть в заложниках. Это значит, что людям необходимо объединяться. Тем более, что есть такая возможность. И тем более, есть люди, которые делятся всей этой информацией. Пожалуйста, только изучайте. Чтобы вы понимали, что вы можете сделать, как это сделать, зачем вам это и как этим поделиться. на это нацелено целое сообщество. 500 тысяч человек и компания Sky World Community, которая сейчас в такое непростое время дает возможность заниматься благой деятельностью, развитием экотехнологий, изменением мира, можно сказать, спасением мира, потому что без этих технологий мы действительно достигнем точки невозврата и нашу планету, экологию, нельзя будет спасти. но вместе мы можем это сделать. И это та компания, которая сейчас дает возможность на продвижение информации, на передачу информации полезной, благой, получать неограниченные вознаграждения абсолютно любому человеку, в абсолютно любой стране, на абсолютно любом континенте, на любом языке, с любым человеком, в любое время. Стоит только поинтересоваться. И мы делаем общее народное дело. Представьте, мы меняем всю планету, ни государства, ни крупные корпорации, люди с собственным решением, объединяя свои энергии и ресурсы в свое время, в первую очередь. Мы делаем этот мир лучше, так как считаем нужным, как общий единый организм. мы создаем транспортно-инфраструктурную отрасль по потенциалу, не уступающую таким отраслям, как авиационная, железнодорожная и автодорожная. Представьте, какой это масштаб. И это действительно так. Мы уже создали этот транспорт, мы уже частично его сертифицировали, мы уже показали его в разных странах, мы уже прошли больше 13 этапов развития и осталось самое завершение. Но для этого тоже необходимо работать, расслабляться еще рано. Необходима передача знаний другим людям, кто об этом еще не слышал, кто об этом не знает, кто не видел эти успехи, кто еще не понял, насколько важно его участие в этом. Ведь мы сможем уберечь весь мир, вынеся транспорт, 90-80% транспорта на второй уровень. И вся планета Земля станет нашей, живой, даже наши города. Не нужно будет столько асфальта, и не нужно будет так много безопасности, подземные переходы и прочее, потому что наша планета будет. И самое главное ее поверхность, там, где мы ходим, пока мы не научились летать. Ну и, конечно же, не беспокойтесь, в этом транспорте безопасность, по словам Анатолия Эдуардовича, в 2000 раз выше, чем у автотранспорта. То есть мы не можем оттуда упасть, есть определенная противосходная система, множество электродвигателей отдельных, и даже если какая-то неисправность, они доставят нас на место, даже если по какой-то причине все, что-то произойдет, и он не может двигаться, сам его может отбуксировать другое транспортное средство, это нам уже показывали на Экофесте, все эти решения. Также мы можем в любой точке спуститься с транспортного средства на землю, есть специальное устройство внутри, то есть все продумано до мелочей, и это заслуга нашего гения. а самое главное, это само трасса, то есть почему, каким способом перемещать, делать эту полезную работу, струны. У металла четыре направления, так скажем, такого физического влияния, мы можем его согнуть, мы можем его скрутить, мы можем его сжать, и мы можем его растянуть. Так вот, при растяжении Анатолий Эдуардович выявил самые полезные для транспорта, так скажем, эффекты, ведь пучки струн, сложенные вместе и предварительно натянутые, дают огромную ровность и прочность пути, и по нему без проблем могут передвигаться легкие транспортные средства. Чем крепче рельс, структура и струны, тем более серьезное, крепкое, большое транспортное средство. Так вот, это полужесткий рельс. Пучки струн предварительно натянутые. Все это в корпусе рельса и внутри специальный наполнитель, чтобы было тихо, чтобы не было коррозии, чтобы не было, так скажем, чтобы было все зафиксирование. И все это сверху покрывается головкой рельса, по которым идет стальное колесо с самым высшим коэффициентом полезного действия. И для каждой задачи, для грузовых, для транспорта, для маленьких городов, деревень, горных местностей, либо внутри города, где огромный пассажиропоток, будет своя трасса, будут свои элементы, они могут меняться. То есть с помощью данной технологии, она настолько гибкая, и мы ее за 6 лет в стольких вариациях уже показали, мы сможем объять весь мир с помощью одной струнной технологии, которая настолько гибкая, именно так, как нам надо, которая приближена к живому, которая действительно может построиться где угодно, в любой температуре, и в вечной мерзлоте, и там, где болото, и там, где, так скажем, полная жара и пески. Анатолий Эдуардович разработал максимально широкую линейку. поэтому за нами весь мир для изменения, что мы успешно будем делать, потому что одно из движений Анатолия Эдуардовича, точнее, его решений, как это будет производиться, мы будем строить транспортные пути, и какая-то часть этих всех адресных проектов будет собственностью всех тех же людей, которые владеют данным проектом, то есть этой технологией. Получается, что каждый год от каждого проданного транспортного средства, от каждого проданного километра дороги, от их использования, каждый человек будет получать прибыль. и поначалу трассы они будут стоить очень недорого, потому что они и так используют гораздо меньше ресурсов планеты, и строятся гораздо быстрее, и меньше земли для этого надо. Так еще и задача наша с Анатолием Эдуардовичем как можно скорее прийти на помощь существующему транспорту и изменить вредоносное влияние, а благостное влияние увеличить, чтобы отойти от больших потрясений технологических для нашего человечества, вообще для всего живого на Земле. И то есть эти трассы, поскольку малая стоимость и поскольку мы будем получать, так скажем, пользу в будущем больше, они за 21 век молниеносно разойдутся по всей планете. То есть мы в ближайшие десятилетия будем постоянно строить новые заводы для того, чтобы успевать сделать все эти адресные проекты, потому что как только первая страна покажет свою статистику, что произошло с их экономикой при включении данного транспорта, все остальные будут в очереди добиваться, чтобы как можно скорее и быстрее построили трассу в их стране. Это вопрос лишь времени. Мы скоро это увидим, потому что мы действительно дошли до 14-го этапа сами люди вместе. Ну и конечно же мы дошли до сюда с помощью Анатолия Эдуардовича Янисского, потому что этот ученый уделил всю свою жизнь науке для того, чтобы сделать этот мир чище, лучше, эффективнее. И у него действительно получается около 200 изобретений, множество монографий, несколько грантов в ООН. Он попал в энциклопедию «Люди нашего тысячелетия», «100 выдающихся лидеров России». Он понимал еще со школы, куда движется наша планета, потому что увлекался наукой, технологиями, экологией. Понимал, со временем начал понимать все эти проблемы, куда мы движемся. И начал разрабатывать способы решения этих проблем. Это все и есть эко-мир. И лишь первый проект, самый актуальный, который реально прямо сейчас необходимо сделать, это транспорт. Он это понимал, и поэтому обошел за последние десятилетия всю планету. И за последние шесть лет мы сделали огромное движение в сторону развития и реализации. Показали эту технологию, сертифицировали частично эту технологию. Ведь перед вами сейчас уже не просто чертежи или не просто разработка или представление. Перед вами работающая модель, закрывающая технология, освобождающая человека от перемещения, от вождения, от человеческого фактора в транспорте, закрывающая технология, где вся система это единое целое. Каждое транспортное средство, как рой, перемещается сообща по всем трассам. Полная безопасность, искусственный интеллект, машинное зрение окружающее, которое сделает все необходимое для того, чтобы транспортное средство и пассажиры остались в безопасности. Внутри около 250 датчиков для того, чтобы полный комфорт и все было на наивысшем уровне. Все необходимое для перевозки груза и пассажиров сейчас в разработке предоставляется миру. И это делаем мы, люди, вместе. С помощью такого транспорта мы сможем освободить тысячи часов, миллионы часов для всей планеты. Просто потому, что людям не нужно будет водить. Они смогут в этот момент читать, думать, работать, отдыхать. Логистика увеличится фантастическим образом. Время, которое мы будем находиться в пути, уменьшится также фантастическим образом. И оно станет свободным, нашим. Потому, что мы будем перемещаться сначала 150 километров в городе, 500 километров междугородней, а потом и передвижение в фар-вакууме до 1200 километров в час, передвижение в разреженной среде. С помощью данной технологии, которой еще 4-5 лет назад, так скажем, были только чертежи, картинки, визуализации, а сейчас мы имеем 12 транспортных средств в железе уже сделано, часть из которого полностью инсертифицирована. Представьте, кто-то делает за 1-2 миллиарда за 5-10 лет одно транспортное средство, например, пикап серьезный. Мы за 6 лет и менее чем за полмиллиарда сделали уже 12 транспортных средств плюс станции, стрелочные переводы, испытательные центры, часть собственного производства даже. Представьте, какую работу проделали, дамы и господа. И, конечно, все это для сертификации необходимо, чтобы мы получили по закону все разрешения и утверждения наших характеристик, чтобы могли строить там, где нам надо, новые пути, новое будущее. И мы успешно проходим эти сертификации, ведь мы уже на 14-м этапе из 15-ти. Так что, дамы и господа, пожалуйста, хотя бы один раз каждому своему знакомому и незнакомому человеку расскажите о том, что есть такая технология. Именно таким способом передачи знаний в одном месте взяли, а в другом передали. Эти полезные действительно для всех знаний могут принести такую пользу. Ведь у нас уже кроме этих испытательных центров есть собственные офисы, огромное количество квадратных метров, тысячи, множество сотрудников на высочайшего уровня, работающих на передовых компьютерах, с передовым программным обеспечением, такие программы, как 3D Experience от Dasalt Auto, в виртуальной среде создавать продукты, детали, с которыми могут работать разные люди с разных уголков планеты в одно и то же время. То есть скорость и улучшение, прогрессивность наших технологий, всей, и процесса работы на высшем уровне, дамы и господа. И мы совладельцы этого. Новые офисные здания, более 80 конструкторских бюро, 10 тысяч квадратных метров. Три завода в нашем распоряжении, мы являемся их совладельцами, на котором делают и путевые структуры, и исследования, и разработки, и новые транспортные средства. множество станков, множество устройств, у нас есть станки по 500 тысяч долларов, и он не один, 3D принтерные, лазерные резки, то есть передовое производство. Мы делаем не проще продукцию, чем авиация, только она нужна для людей, для экологии, и для помощи и замены традиционных видов транспорта, для освобождения нашей земли. И всю вот эту продукцию мы проверяем, тестируем, демонстрируем и сертифицируем. Для этого у нас есть полигоны в Белоруссии, вот в 2016 году еще ничего не было, в 2019 году там уже все ездило, двигалось, развивалось, и уже 7000 человек в 2019 году смогли попробовать на себе наш транспорт, а сейчас 2021 все цветет. стройка, транспорт, разработки и экологии все совместное, никто никому не мешает. Представьте, насколько это прекрасная технология, что все рядом с ней развивается и цветет. Новые испытательные центры, струнные мосты, то есть эко-поселение скоро здесь по всей видимости будет, мы будем видеть, как происходит дальше развитие будущих технологий. Чтобы узнать, что там происходило, как там это выглядит и какие успехи за 2020 год, вы можете набрать на YouTube EcoFest 2020 и увидеть все это вживую выступление. На русском, на английском языке, как минимум, есть 4 главных выступления Анатолия Эдуардовича. Ответ на вопросы из Белоруссии, Мариной Горки, с Эко-технопарка, из Дубая, уточнение из Дубая, из Эмирата Шаржи, Объединенные Арабские Эмираты, с нашего UST центра. Поэтому, пожалуйста, посмотрите. Около 40 делегаций уже приехало в Белоруссию, чтобы посмотреть этот транспорт. Но и мы тоже вывозили нашу технологию на ознакомление миру в разные страны, на разные континенты. И один из самых больших, так скажем, мероприятий это Берлин и на Транс 2018. Там мы действительно произвели фурор. Из 3000 стендов мы были один из самых посещаемых. У нас всегда было такое количество желающих узнать, что это такое, что это за транспорт, откуда, как и вау. Потому что эмоции были через край у очень многих людей. Как вы видите, даже соседний стенд постоянно смотрел именно в нашу сторону, потому что у нас интереснее всего было. 160 тысяч человек за 4 дня. И все они с разных стран, но связаны с транспортом. Поэтому очень были заинтересованы нашими стендами, которые был один на улице, другой внутри в павильоне. Из 25 делегаций, из 18 стран у нас были все. И на всех выставках, что в России, в Белоруссии, в Индонезии, в Объединенных Арабских Эмиратах, в Германии, в Индии, мы везде собирали аншлаг, везде людям очень интересно, что же за инновационная технология у нас есть. Мы опробовали Скотт Якобс, данное транспортное средство, действительно очень удобно, хотя, как объяснили, цена будет как у джипа, только представьте, 500 км в час, выполнится свободно, люкс, можно сказать, вип-исполнение, полная безопасность, полная экология и много багажа. Но не идеально ли? В любые страны мы сможем перемещаться. То есть, когда будут, так скажем, эра наших детей или наших внуков, мы, наверное, будем уже со скоростью больше 1000 км в час с полной безопасностью и экологией перемещаться по всей планете. В одном месте сел и с какими-то пересадками, переездами будем двигаться по всей планете. Это все возможно для нас с компанией SkyWorld Community и с технологиями Анатолия Эдуардовича Юницкого. Кроме Белоруссии, наш UniskyStream Technology Innovation Center в Объединенных Арабских Эмиратах потрясающее место. Потрясающее место, потому что рядом находится американский университет Шарджа, 50 тысяч студентов, в котором учатся. Там будет кафедра нашего струнного транспорта. И там же мы, так скажем, на территории SRTI парка, это как Сколково в России или Силиконовая долина в Калифорнии, где собираются лучшие технологии, лучшие умы, делаются лучшие продукты и двигаются в мир. Там у нас центр, центр испытаний в тропическом исполнении, в котором дела идут просто прекрасно. Потому что мы там были в 2019 году в Дубае и в Шарджи с сотней партнеров из 18 стран, которые собрались вместе. Это была последняя наша встреча обучения с Европейской Федерацией Коучей для, так скажем, сплочения и понимания, как люди с разным менталитетом на разных языках могут делать планетарный проект вместе. Ну и мы, конечно же, были с Анатолием Эдуардовичем в этом центре рядом с промежуточными опорами первыми, где нам было рассказано, как собирается двигаться направление там, насколько здорово, насколько серьезно это на официальном уровне идет. И сейчас мы видим, и даже тогда уже, сидя на Пальме, у нас был отель на Пальме, сидя на этих лежаках, мы смотрели на Дубай и понимали, что этот город действительно готов, готов к такой серьезной технологии, готов к такому улучшению. И не потому, что у них множество средств, ведь другие традиционные транспортные виды, отрасли, сами трассы, они стоят дороже, эксплуатация их дороже. Я вам показывал, так скажем, графики. То есть, эти люди хотят этот транспорт, потому что он лучший, потому что он дает лучшие возможности. И поэтому он там очень серьезно и быстро разовьется. Мы видели, как в 2019 году, в феврале, нас представили на всемирном правительственном саммите. И это было действительно знаменательное событие, потому что у нас это была одна из двух инноваций. И там встречались очень много людей, 140 стран, представителей стран, которые решали не локальные вопросы, а глобальные вопросы. То есть, действительно серьезно, то, как будет жить мир в будущем. И мы одни из этих инноваций, из этих изменений в мире, в котором мы будем жить. Ведь у нас уже есть транспортное средство. У нас уже есть, так скажем, проект, который может быть включен в Дубае, который подходит под эту инфраструктуру, в который можно будет перемещаться сквозь здания, в который можно будет соединить все необходимое в этом бизнес-центре мира нашим уникальным транспортом. И действительно, когда были визуализации, ты понимаешь, что он вписывается идеально в эти высотки, в эту архитектуру. И сейчас мы уже показали в тропическом исполнении, что все готово, что все работает, что наш транспорт в тропическом исполнении может, так скажем, удовлетворить потребности людей из Объединенных Хараповских Эмиратов и не только. И в 2018 году там только все начиналось, а сейчас там уже целых четыре трассы, одна из которых закончена и сертифицирована, а остальные полностью двигаются, и станции строятся, и промежуточные опоры, и наш грузовой транспорт Юнитрак тоже тестируется, представляя огромные возможности для грузоперевозок будущего. Также сейчас проходила делегация, приезжала делегация, которая смотрела на станции, сделана отдельное помещение, откуда идет полное управление. И представьте, несколько человек буквально могут сотнями или тысячей транспортными средствами модерировать их, следить за их работой. То есть как много времени мы освободим для нашей жизни, для общения в дороге, и так, чтобы это оставалось безопасным. То есть будущее настало уже сейчас. И есть возможность подключить всех единомышленников, всех знакомых и близких к такой устойчивой технологии, к такой важной технологии, которая себя настолько серьезно проявляет. Потому что со всеми этими же людьми мы будем двигаться и дальше, продвигать адресные проекты, продвигать следующие проекты, такие как линейные города и экопоселения. Множество делегаций приезжают из Индонезии, Европы, Индии, Азии, так скажем, особенно те страны, которые находятся в тропическом климате, потому что эта технология как раз им подходит. И невзирая на все ограничения, люди ищут, стремятся, приезжают, потому что мир не остановился. И эти инновации необходимы в каждом уголке нашей планеты. Прекрасно, что есть множество людей, которые понимают это. Одно из знаменательных событий сейчас это сертификация в Объединенных Арабских Эмиратах. Трасса длиной 400 метров получила официальное разрешение властей Эмирата на демонстрацию и тестовую эксплуатацию. Поэтому те, кто будут на экспо и те, кто едут в наши туры победители, они из группы поедут в тропическом исполнении на нашем транспорте. Это знаменательное событие. Мы будем первые, кто там будет, и мы опробуем еще, так скажем, новый вид, другой уголочек планеты. Насколько это все реально. Дамы и господа, перед вами самый инновационный, надземный, в будущем самый скоростной и самый безопасный при этом, самый экономичный, легко интегрируемый куда угодно. Вся планета подвластна этому транспорту и полностью экологически чистый. Именно такой транспорт нам сейчас нужен. Именно такой транспорт мы способны сейчас сделать. У нас это возможность у каждого в руках. Для этого необходимо просто поинтересоваться. зайти на сайт skyway.capital, обратиться к тем людям, которые пригласили вас сюда на эту презентацию, либо написать мне и связаться со мной и уточнить все вопросы. Как все те основные побеждающие факторы, которые вы видели в самом начале, как вы можете их удовлетворить для себя. Тем самым вы в любом случае сделаете и все остальное для окружающего мира. Это связано. народное финансирование тем прекрасно, что действительно хорошие проекты и дают пользу во все стороны. И тем, кто их придумал, и тем, кто их развивает, и всему миру в общем. Подумайте, хотите такой транспорт? Поначалу хотя бы простенький нашего поколения. В будущем это будет все еще интересней, ведь новые технологии появляются каждый день, новые материалы. главная система перейти на разумный вид перемещения. И это в наших силах. Объять всю планету. Тем более, что с помощью такого транспорта, например, берельсовой трассы, это три инфраструктуры вместе. Не только транспортная. Внутри может проходить и электричество, и информация, то есть интернет. Энергия, информация и транспорт. Все, что нужно человеку для жизни. И максимально быстро эти трассы будут строиться во всех направлениях. Насколько быстро, зависит от нас, дамы и господа. Поэтому прошу, развивайтесь, интересуясь, делитесь знаниями, приглашайте познакомиться с компанией Skyworld Community, которая дает все эти возможности абсолютно каждому человеку на планете. приглашайте на новые презентации. 26 числа Владислава Волкова и 19 и 27 я буду вести из Дубая презентацию. Постараюсь добавить какие-то вставочки, видео вставочки прямые из, так скажем, наших туров, чтобы немножко добавить и вам этой энергии, передать этого тепла и радости о наших общих успехах. ведь транспорт это только начало. И те, кто сейчас в конкурсе победителей едут туда, чтобы увидеть экспо, увидеть крупнейшую технологическую выставку в мире и увидеть наше продвижение в тропическом исполнении, они понимают, что это только начало. И движение будет еще огромное на протяжении всего 21 века. Ну, я говорю о времени нашей жизни. Поэтому этот транспорт почти закончен и уже почти вышел на самофинансирование. Дальше он будет только развиваться и приносить прибыль. А мы продолжим развивать другие народные проекты. Эко-дома, которые сами себя обеспечивают, с зеленевыми крышами, дающие плоды. Эко-поселения и линейные города, которые изменят полностью безопасность и эффективность нашего проживания в городе. и мы сделаем это на всей планете. Потому что народное финансирование расходится как сарафанное радио. И также эти технологии смогут расходиться по всей планете. Чем больше желающих, тем быстрее реализация. И продолжая по этим проектам, мы сможем действительно перейти к масштабным, к эко-миру, к выносу вредоносного производства на орбиту Земли. Оставив наш дом действительно чистым раем, чтобы Земля была для жизни, а космос для работы. Это все в наших возможностях. Но сначала сделаем транспорт. Спасибо большое за ваше внимание. Ждем вашей информации, ждем ваших вопросов, ждем вашего участия. На благо всего мира. 15-й этап не загораем. До конца 15-го этапа у каждого человека есть возможность, как тогда, в пятом технологическом укладе, в Apple, Google, Alibaba, стать частью этого, ускорить это, изменить мир, сделать его лучше, как можно скорее. И знать, что мы использовали свои возможности максимально хорошо в этой жизни. наслаждаться пониманием, что наши дети и внуки будут жить прекраснее именно от каждого нашего решения и от того, что мы все сделали это вместе. Причем очень быстро. Стоит только поизучать. Спасибо большое за внимание. Будьте здоровы. Спасибо, что уделили это время. С вами был Артем Курбанов из Латвии и компания Sky World Community. До новых встреч, дорогие друзья. Мы получили эту планету не в наследство от наших родителей. Мы взяли ее взаймы.